приветствую вас на нашем канале посвященному ремонту квартир своими руками в данном видеоролике расскажу и покажу как сделан полипропилен разводка из полипропилена в стандартной ванной комнате в туалете туалет у нас метр 15 где-то длина ширина 70 сантиметров и ванная комната ширина метр тридцать длина метр пятьдесят восемь грубо метр шестьдесят и так что сделано первым делом заштукатурены в уровень стены так как это мне потом понадобится при разводке полипропилена все стенки заштукатурены по уровню дальше делаем полипропилен и так первым делом делаем канализацию и так здесь вот раздорбили здесь был чугуняка вставили эти вот отводы тут пошли это 110 идет на унитаз выход здесь идет выход на 50 и он пошел уже труба пошла на душевую кабину здесь вот душевая кабина и на майдадыр здесь вот майдадыр ну и соответственно на кухню ну здесь на кухне еще будет стиральная машинка поэтому здесь будет еще тройничок стоять то есть у меня просто не хватило и для стиральной машинки будет отдельно выход то есть вот с такой вот манжетой манжета вот идет для стиральной машинки с переходом на стиральную машинку с 50 диаметра канализации то есть она вот вставляется вот так вот предварительно вот эта вот резинка вытаскивается так что дальше дальше делаем полипропилен уже пошли и так вот здесь вот подвели счетчиком тут получается но здесь вот уже были наружные резьбы дальше мы прикрутили вот эти вот я честно говоря не помню как называется муфты или как там они с внутренней резьбой то есть они накрутились накручивается на лен и я еще пользуюсь вот этой вот уплотнителем резьбы очень удобно то есть он есть разборный есть не разборный я беру легкая разборка ну если вдруг что-то понадобится раскрутить то есть им на него сперва лен накручиваешь потом им так вот промазываешь и закручиваешь по моему ни разу не бежало вообще после него то есть вот эти вот места они все у меня вот здесь сделаны то есть все скрутки тут вот все сделано на него нигде ничего потом не бежит никогда то есть бывает что на лен замотаешь и все-таки потом может еще и где-то подтекать начать с этим вообще не бывает ждешь на минут 15 ну пока полипропилен появишь как раз и так дальше пошел полипропилен вот здесь вот выход на унитаз дальше пошла разводка на ванну выход на унитаз тут почему так вот все сделано тут будет зашиваться стенка стенка из гипсокартона то есть она вот это вот все закроет вот так вот и вообще как бы изначально как задумываясь что вот это вот так вот закроется здесь будет кафель то есть ну или где-то вот так вот выход будет только ну вот это вот место из под кафеля но здесь тут еще не знаю возможно придется наоборот вот так вот короб городить а тут вот зашивать то есть ну так как я сам и паяю и кафель делаю поэтому нету не проблема я вот сейчас буду собирать стенку и посмотрю возможно вот это вот место все-таки мне придется перепаять или маленько поднять или уменьшить ну хотя тут еще и трубы вот так вот двигаются туда-сюда в принципе видно будет так и так дальше потом пошли в ванную комнату здесь вот идет просто прямые трубы вот здесь вот душевая кабина так забыл сказать да что здесь душевая кабина и вот под нее слив канализацию она будет полукругом под 90 вот здесь вот еще возможно придется делать подиум потому что душевые кабины они очень часто идут очень низко к полу там слив буквально там сантиметров 10 вот не знаю здесь возможно придется подливать хотя здесь и пол еще будет подливаться но пол будет подливаться минимально так как здесь вот деревянный и нам тут тоже надо чтобы ровно было тут буквально за сантиметр так что тут как бы под вопросом ну или поднимать в ванну там смотреть ножки вот так полипропилен здесь сделан на душевую получается вот они выходы но здесь вот я еще что-то штукатурю когда я это все прогоняю то есть не будет вот так вот стоять единственное в магазине вот не было вентилей с разными вот этими флажками то есть вообще беру на горячую допустим желтые на холодные черные в этот раз что-то быстро торопился в магазине ничего оказались только вот такие вот то есть поставил ну что просто не путаться где холодная где горячая так дальше опять же вот почему нужны стены то есть выгонят сперва то есть нам надо знать сколько от стены отступать что здесь что вот на мой додыр пошли то здесь вот будет кафель и вот мне нужно чтобы кафель был вот до сюда он потом дойдет то есть где-то 2 сантиметра добавляешь в полтора подклеить плюс кафель то есть сама кафелина где-то миллиметров 6-8 и клей где-то 6-8 миллиметров ну там в районе двух сантиметров там и вот получается что выход у нас выходит только сам вот этот вот вот эти вентили получается на холодную горячую воду и здесь отверстие только выпиливается в кафеля посидую прям заподлицо слив канализацию так получается вот здесь будет майдадыр и там внутри чтобы все было удобно если нужно также не переключать всю систему там холодную горячую воду а на месте перекрыл если дело что-то закапало побежала или там пока там устанавливаешь установил допустим там унитаз там душевую пока делаю чтобы всю воду не перекрывать по всему по всей квартире ну ты раз там перекрыл просто не нам нужно подцепил шранги все открыл все нормально то есть очень удобно так ну и далее идем на кухню ну вот на кухне получается вот холодная горячая выход и на стиральную машинку холодной воды так тут тоже то есть обязательно почему все стены заштукатурены сперва по уровню потому что я вот эти трубы подложу все а потом мне я заштукатурю и у меня все будет в стене то есть мне нужно знать сколько стена будет уже чистый размер чтобы знать чтобы все эти трубы были получились в стене не торчали там где-то из нее так ну в общем то все следующий видеоролик вот по полотенчику еще пробегусь заходите на мой сайт revoremon.ru там все мои видео работ и то есть на мой сайт там не видео там фотографии моих работ и описание как что сделано спасибо